Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухаралиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Ликвидированы ответным огнем. В одном из районов Махачкалы силовики провели успешную контртеррористическую операцию. Жуют и взрослые, и дети. Сотрудники МВД и прокуратуры по Дагестану провели в Махачкале рейд, в ходе которого выявили два магазина, занимавшихся продажей жевательного табака. Спасение утопающих – это их рук дело. Водолазная служба МЧС отметила свой профессиональный праздник. О рабочих буднях спасателей расскажем в выпуске. Современная техника – большие возможности. В Ахмагской центральной районной больнице теперь есть новый рентген-кабинет и не только. Двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Махачкале. По данным МНАК, режим КТО в Ленинском районе столицы был введен после получения оперативной информации о вооруженных бандитах, планировавших совершить теракт на одном из объектов энергетики города. Обнаруженным в районе электроподстанции членам НПФ было предложено сложить оружие и сдаться. Но они открыли агонии. В ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы. Потерь среди силовиков нет. И продолжение темы антитеррора. Дагестан в числе лидеров среди регионов России по числу преступлений террористической направленности. По данным Генпрокуратуры, за первые четыре месяца этого года в регионе зарегистрировано 226 таких преступлений. В Махачкале сотрудники МВД совместно с прокуратурой провели рейд по выявлению точек продаж запрещенных табачных изделий СНЮС. Проверяли объекты розничной торговли по адресу Акушинского, 34. В ходе оперативных действий были выявлены два магазина, занимавшихся реализацией незаконной продукции. Полицейские изъяли семь упаковок жевательного табака и оформили соответствующие протоколы. Данные продавцы этих магазинов увеличены по части 2 статьи 1454 к административной ответственности. Данные мероприятия проводятся в взаимодействии с прокуратурой по Кировскому району города Махачкалы. Они проводятся ежедневно. СНЮС – это разновидность жевательного табака. Его продажа в России запрещена с 2015 года. В августе 2020 года вступил в силу закон об усилении административной ответственности за его торговлю. Тогда регионы России встретились с проблемой употребления СНЮСа как взрослыми людьми, так и несовершеннолетними. Табак СНЮС – один из видов некурительного бездымного табака, главным компонентом которого является никотин. СНЮС создает и поддерживает никотиновую зависимость, а содержащие в нем компоненты являются высокотоксичными и канцерогенными. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, ответственность за данные нарушения предусматривает штраф в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Водолазы МЧС Дагестана 17 мая отмечали день создания службы. Как проводят поисково-спасательные работы на воде и какие наставления дают спасатели отдыхающим перед началом купального сезона, расскажет Лориана Шамхалаева. Дагестанское ПСО, оперативно-движимный мануил. Все начинается со звонка на пульт диспетчера службы. Далее сотрудники оперативно выезжают на поиски. Сегодня поступил сигнал о пропаже человека недалеко от пляжа. Группа выехала сначала на патрулирование вдоль берега, однако позже поступает команда выйти на поиски в открытое море. В нашу службу поступил сигнал, что в районе базы Малибу нашли машину без хозяина, без вещей. И руководители наши с главного управления дали указание определить, куда пропал человек. Выехала группа спасателей на место на машине и начали визуальный поиск по берегу сначала. На гидроцикле пойду в сторону базы Малибу и буду проводить визуальный поиск на воде, и предполагаемый утопленник может всплыть за это время, может всплыть и на поверхности находиться воды. Водолазам в мутной воде с разным течением зачастую приходится буквально на ощупь искать людей. Здесь даже те, у кого за плечами десятки лет работы, признаются, что такой труд для специалистов с остальными нервами. Без применения водолазного снаряжения был мной обнаружен человек, буквально поступил сигнал. Мы прибыли туда на катере на дежурном. С момента утопления уже где-то прошло минут 30, мы уже понимали, что он уже утонул. И как раз приняли решение о том, чтобы отправить лодку, чтобы привезли водолазное снаряжение, чтобы начать поиски уже под водой. И в это время, пока у нас ходил катер за снаряжением, мы решили с товарищем просто в легком снаряжении произвести поиск. То есть пронырнуть и под водой с открытыми глазами попробовать его на ощупь нащупать. Ну и так и получилось. Мы от берега отплыли, и когда уже сплыл в сторону берега, я нырнул. И, ну как, случайность там или проведение это, я прям уперся в него головой, испугался. Сразу скажу, это такая вещь не очень приятная. Переборол свой страх, потому что понимал, что если я его сейчас не смогу зафиксировать как-то, он потеряется и придется его долго искать. И взял его за руку, вышел на поверхность и приплыл к берегу. Профессия водолаза сложна и опасна. Живого в воде ищут только первые 5-10 минут. А дальше уже, к сожалению, приступают к поискам утопленника. Поэтому к этой работе предъявляются серьезные требования. Помимо профмастерства, спасатели должны быть стрессоустойчивы и физически выносливы. В структуре нашего отряда есть такое подразделение, поисково-спасательное подразделение водолазное. В составе этого подразделения входят на сегодняшний момент у нас 14 сетованных водолазов, которые выполняют задачи, связанные с поиском пропавших людей, утонувших, с подъемом груза тяжелого, ценного, с работами связанной, с подводной сваркой, резкой. То есть очень такие трудоемкие работы выполняют. На сегодняшний момент, чтобы заниматься водолазным делом, у нас определена подготовка водолазов, которая проходит у нас как непосредственно здесь, на территории отряда, так и мы организовываем им специальные водолазные сборы, то есть подготовка к сезону купальному. Сложность водолазных работ заключается в том, что, если взять, например, как готовится водолаз к спускам, то есть у него в обеспечении всегда находится один-два человека, которые помогают ему одеваться. То есть водолаз одевается долго. Это кропотливый труд, потому что те костюмы, которые он использует, они предназначены для того, чтобы его оберечь, так сказать, в агрессивной среде. После того, как водолаз одевается в гидрокостюм, ему еще нужно одеть груза, для того, чтобы он имел отрицательную плавучесть, чтобы мог спокойно погружаться в воду. Одеть баллон, который будет обеспечивать его жизнедеятельность под водой, потому что нужно ему дышать. Если считать, сколько весит общая его экипировка, она у нас где-то выходит 35 килограмм в среднем. 1 июня в Дагестане открывается купальный сезон. Продлится он до момента, пока будут позволять погодные условия. Водолазы говорят, что в среднем в этот период тонут от полусотни до 60 человек. Именно поэтому просят отдыхающих быть бдительными и напоминают гостям и жителям республики, что вода ошибок не прощает. Лария Анна Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Рентген-кабинет, оборудованный по последнему слову техники, появился в Ахвахской центральной районной больнице. Оборудование поможет выявить на ранних сроках туберкулез и онкологию органов дыхания. Наконец дождались, получили самый современный рентгеновский аппарат на радость нашим землякам, односельчанам. С появлением нового аппарата намного легче стало работать. Не приходится проявлять, не уходит много времени, чтобы закреплять снимок. Как только делаешь снимок, снимок выходит сразу на экран. Техника закуплена Минздравом Дагестана в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Отметим, что в рамках данной программы в лечебные учреждения поступил целый перечень диагностического лечебного оборудования. Также обновленный и автомобильный парк райбольницы. Прежде всего здесь появился передвижной мобильный комплекс, так называемый ФАП на колесах. На следующий день в Ахвахской ЦРБ имеется практически все, можно сказать, самое необходимое современное оборудование для качественной диагностики. Это и рентген оборудование, туда входит цифровой рентген аппарат, который мы долго ждали, потому что у нас была проблема с ним. Напомним, в прошлом году Минздравом региона в районные и городские больницы было поставлено 427 единиц современного оборудования и 177 единиц санитарного автотранспорта. Для нас торжество, по торжеству, открытие обновленного рентген кабинета, оснащенного по последнему слову техникой. Где находятся у нас три новых цифровых рентген аппарата, цифровых из них, из которых самым значимым является для нас этот стационарный рентген цифровый аппарат. И не менее значимый аппарат, но тоже маммобрат и передвижной аппарат тоже здесь есть. Вообще, диагностика нормальная, диагностики как такого не было у нас. Было, конечно, наполовину, можно сказать. И нам работу это очень усложняло. Сейчас с проявлением этого аппарата, даже вот та же самая корневистная инфекция, неболечная пневмония, его мы практически ежедневно отправляли в соседний район на компьютерную томографию. Тогда как можно было половину из них диагностировать на этом аппарате. То же самое можно сказать, в принципе, про маммограф, но его тоже у нас в районе была также цифровая другая аппарата. Четыре медали выиграли дагестанские вольники в первый день студенческого чемпионата России. Турнир накануне стартовал в подмосковном Солнечногорске. Лучшим в спорте тяжеловесов стал Гамзат Алижудинов. В финале Хасавертовец со счетом 4-0 одолел якутинцем Андрея Аронова. Еще трое воспитанников спортшколы республики стали бронзовыми призерами в своих категориях. Это Гаджимурат Гаджиев, Абдурахман Далгатов и Келяб Ханапиев. Победители турнира получат право участия на июльском чемпионате России в ТВ. Дагестанские фехтовальщики вошли в число призеров на первенстве СКФО, прошедшем во Владикавказе. В сборную республики на этих соревнованиях представили воспитанники Хасавертовской спортшколы имени Шамиля Умаханова. В личном зачете среди юношей 2008 года рождения серебряным призером стал Амин Хизбулаев. А среди юношей 2009 года третье место занял Джамбулат Исмаилов. Кроме того, наши спортсмены отличились и в командном турнире, где показали второй результат. В Дагестане прошел масштабный турнир по страйкболу. В нем приняли участие семь команд из разных районов и городов республики. Всего 80 человек. Игра была посвящена 77-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. Организатором турнира выступила Федерация страйкбола республики Дагестан. Цели данного мероприятия – это военно-патриотическое развитие среди молодежи. Задача у нас – две группы. Одна группа проводит конвой, вторая группа этому мешает. Игра прошла на должном уровне. Все рады, особенно последние боестолкновения, где все потратили свои последние боеприпасы, гранаты, подствольники и всевозможные пиротехнические средства. Сыграли от души. Я столько наслаждений за последние три года не получал. Хотел поблагодарить командиров команд, которые пришли в полном составе. Собрали ребят сюда, приехали на нашу дагестанскую природу в районе Акачевула. Великолепно сыграли. Местных жителей хотел поблагодарить. Местный клуб страйкбольный хотел, который принял участие, помог. Столы накрыл такие великолепные. Ну и пожелать на будущее, чтобы игры еще в большем азарте проходили. Новых игроков, азарта больше, красоты. И, наверное, удачи всем нам. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин